Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу вам два варианта приготовления плюшек, как это делаем мы в нашей семье. Тесто у меня уже готово. Я, кстати, приготовила его заранее. Рецепт у меня уже есть на канале, поэтому ссылочку я оставлю на него под видео. Это тесто на сыворотке с добавлением творога, без яиц. Очень вкусное, и изделия из него получаются прям воздушными, такими невероятно дышащими и тоже очень-очень вкусными. Здесь у меня уже половина порции, потому что из другой половины я уже приготовила бублики с кунжутом. Ссылочку на рецепт я тоже оставлю. А вот из этого остатка, из второй половины теста, я вам сейчас покажу, как мы готовим плюшки. Именно два варианта их приготовления. Первый классический, как готовила моя бабушка, и второй, как я сейчас приноровилась их делать. Такие сахарные булочки, сахарные вертушки. И давайте начнем с классического варианта. Разделим тесто напополам. Одна часть классический бабушки вариант, и вторая часть мой вариант. И для первого варианта я разделю наш кусочек теста на порционные кусочки. Можно сделать больше, можно меньше. От этого будет зависеть размер готовой вашей плюшки. Вот так. И теперь подцеплю немного муки на коврик. И сформирую вот такие вот маленькие кусочки. Такие вот шарики. Дальше с ними будет просто удобнее работать. Подворачиваем вот так тесто к центру. Закручиваем. Так, все шарики готовы, как вы видите. Что мы делаем дальше? Я беру один кусочек и раскатываю его потоньше. Примерно вот так. Можно его еще чуть-чуть подтянуть по краям. Чтобы тесто было одинакового размера, то есть одинаковой толщины всей поверхности. Дальше бабушка всегда насыпала сахар в центр. Немножко так утрамбовывала ложкой. И дальше, смотрите, нам нужно свернуть эту лепешку вот так пополам. И еще раз пополам. Вот. И немножко потянуть. Слепляем края. Шов у нас внутри оказывается. И вот здесь немножко мы защипываем. А дальше мы берем нож и прорезаем вот так по центру, отступая вот от этого края. Насквозь и разворачиваем. Получается вот такая вот красивая сахарная плюшка. То же самое я сейчас проделаю с оставшимися кусочками теста. А наши сахарные плюшки я помещаю на противень, застеленный пекарской бумагой. Давайте еще разочек. Раскатываем комочек в тонкий пласт. Чуть-чуть потянем. С стороны в сторону. Возьмем сахар, чайную ложечку. Распределим по лепешке и свернем. Так. И навстречу. Возьмем за края, потянем, соединим. Немножко прижмем. И прорежем. Развернем. Вот. Получается вот такая вот плюшка. А для этого мне нужно раскатать тесто в тонкий пласт. Для удобства раскатывать я его буду за кадром, чтобы мне ничего не мешало. И мои руки тоже к вам в кадр не влезли. Напомню, что тесто мы всегда раскатываем от центра к краям. Итак, тесто я раскатала в пласт. У меня получится не совсем именно такой формы плюшки. Но тем не менее, булочки с сахаром тоже можно отнести к плюшкам, только несколько иной формы. Я возьму растительное масло. Можно это сделать кисточкой. Я сделаю просто рукой. И вот так вот центральную поверхность теста, целого пласта. В принципе, ближе к краям тоже можно это сделать. Смажу немного растительным маслом. А дальше я тоже посыпаю весь пласт сахарным песком. Я, кстати, люблю, когда сахара побольше. Получается на самом деле такая сахарная плюшка. Иногда покупаешь в магазине плюшку и понимаешь, что там сахара зажали. Все мои домашние, мои детки тоже любят, когда сахара побольше. Вся прелесть плюшки именно в этом и заключается. Вот. И дальше мы наш пласт скатываем в плотный рулет. Вот так. Ну а дальше нарезаем наш рулет на такие вот вертушки. Делаем это аккуратненько, чтобы не прорезать коврик. Вот такие вот штучки. Я, кстати, возьму, наверное, другой нож, тот, который как пила. И вот таким вот образом пропилю, чтобы получался ровный такой круглый срез. Потому что когда ножом просто-напросто проводишь, получается, видите, что такое овал, эллипс. А вот нож с зазубринками, он позволяет нам пилить. Соответственно, получается вот такой вот круглый срез. И теперь наши рулетики помещаем на противень, застеленный пекарской бумагой. И теперь отправляем наши плюшки и сахарные вертушки в разогретую заранее до 180 градусов духовку. Будем выпекать. Прошло 25 минут, и я вынула свои плюшки из духовки. Посмотрите, какие румяные и красивые они получились. Вот такие два варианта. В виде улиток и классический вариант, к которому мы привыкли. Вот такая классическая форма плюшки. Благодарю вас за внимание. Пеките такие сахарные вкусные плюшки и наслаждайтесь чаем в хорошей компании. С вами мы увидимся в моих новых роликах на моем канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!